добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши видео уроки по истории новейшего времени и сегодня мы поговорим не о европейских странах не соединенных штатах америки не о странах запада поговорим о странах азии так уж получается что история 20 века нам дает не двусмысленно понять не только одной европой сша ограничивается человеческая цивилизация событиях бурного двадцатого века страны азии страны африки страны латинской америки играли очень серьезную значительную роль и наши ближайшие ролики будут посвящены как раз странам этих регионов сегодня поговорим об азии наши лекции по обществу знанию доступны на бусте и спонсор для азиатских стран в конце 19 начале двадцатого века очень остро стояла одна проблема проблема модернизации под модернизацией мы в данном случае понимаем переход к социально-экономическому устройству общества которое господствовало в европе то есть переход к капитализму к началу двадцатого века страны азии уже столкнулись с европейским капитализмом и поняли что конкурентную борьбу этому капитализму они проигрывают надо было модернизировать общество надо было переустроить социальную экономическую жизнь азиатских стран так чтобы иметь возможность конкурировать с мощными европейскими державами и сша однако существовали в странах азии серьезные препятствия для этой модернизации в первую очередь это традиционный характер азиатского общества которое с давних времен было построено на принципах коллективизма в отличие от европейского капитализма который был абсолютно индивидуалистичен с другой стороны серьезным препятствием стала европейская политика колониализма осознавая свое техническое как следствие и военное преимущество страны европы и сша совершенно не собирались давать странам азии фору чтобы те могли их догнать в своем развитии нет пользуясь своим преимуществом надо было захватывать рынки сбыта надо было захватывать новые территории устанавливать неравноправные договорные отношения с азиатскими странами чем европейские державы и сша вполне успешно занимались конце 19 начала 20 века к началу 20 века большинство азиатских стран оказались в положении либо непосредственно колоний европейских ну как индия к примеру или в на положении полуколоний такими полуколониями по сути являлись китай иран османская империя единственная азиатская страна который удалось избежать этой печальной участи это япония которая смогла таки встать на путь модернизации по европейскому образцу еще в середине 19 века в начале 20 века колониальное угнетение и сохранение старых феодальных отношений в странах азии привели к целой череде бурных революционных событий вот это вот серию революции в азиатских странах владимир лич ленин назвал пробуждением азии но эти революции носили неоконченный характер большинстве случаев были подавлены правительственными войсками и проблему колониальной зависимости и проблему модернизации восточного общества эти революции начала 20 века не решили многие азиатские страны довольно активно принимали участие в первой мировой войне и надеялись что победа одержанная в этой войне позволит им улучшить собственное положение на мировой арене в конце концов британцы французы американцы благодарны за то что азиатские народы помогли им победить предоставят им независимость это были наивные надежды несмотря на то что в составе британской армии воевала немало индийцев несмотря на то что арабские племена в 1916 году во многом кстати по инициативе британской разведки подняли антитурецкое восстание несмотря на то что в 1917 году китай который поначалу придерживался нейтралитета объявил войну германии несмотря на все это после версальского мирного договора после версальской конференции положение стран азии всерьез не улучшилась наоборот европейские державы победительницы получили возможность закабалить еще большую часть стран азии зачем да очень просто для того чтобы иметь возможность безнаказанно эксплуатировать их население и расхищать природные ресурсы у англии и франции уже были колонии в азии после поражения османской империи в войне эти две метрополии приобрели под свое управление в качестве подмандатных территорий так это красиво называлось бывшие арабские провинции османской империи а также ряд других стран азии в руки победителей перешли и германские колонии которые находились на азиатском континенте естественно что вот эти вот разбитые надежды на освобождение от колониальной зависимости привели к росту антиколониальной национально освободительной борьбы в странах азии так в сирии например в 1925 1927 годах произошла освободительная революция против французского господства которая впрочем окончательным успехом не увенчалась по палестине в 1936 1939 годах прокатилась арабское восстание против британского владычества те силы в странах азии которые были настроены на национально освободительную борьбу должны были поднять на свой флаг какие-нибудь идеи которые бы позволили им эту борьбу развернуть с максимальной эффективностью и часть вот этих национально освободительных сил в качестве главной идеи взяла национализм даже в крайнем его выражении используя опыт и модели фашистских государств европы германии и италии другие взяли на вооружение идеи коммунистическую и очень надеялись на помощь национально освободительной борьбе со стороны советского союза первого в мире государства рабочих и крестьян и на помощь международной коммунистической организации коминтерн коммунистический интернационал он был создан в 1919 году и сыграл немаленькую роль в оказании помощи национально освободительному движению стран азии впрочем национально освободительное движение до второй мировой войны в азиатских странах по большому счету успехам не увенчалось запад коллективный запад как сегодня принято говорить был еще весьма силен ему хватало и ресурсов и сил чтобы справиться с национально освободительным азиатским движением ну а теперь давайте подробнее поговорим о главных азиатских странах и вот здесь конечно абсолютно на особицу стоит япония япония это единственный успешный пример европеизации единственный успешный пример модернизации на европейский капиталистический манер среди азиатских стран 19 начала 20 века в 1868 году в японии происходит так называемая реставрация мэйдзи отбрасывается в прошлое феодальный режим военных правителей сёгунов вся полнота власти переходит к императорам некоторые называют события 1868 года революцией сверху и действительно те многочисленные реформы которые прошли в японском обществе в правлении императора муцухита привели к ускоренной модернизации страны причем как и в европе вот эта вот модернизация была путем тесно очень тесно связанным с внешней экспансией и с милитаризацией общества япония как и другие страны капиталистического мира начала борьбу за колонии и развязала несколько серьезных войн в первой мировой войне япония выступает на стороне антанты серьезных экономических потерь она не понесла главные боевые действия шли далеко от японских островов японцы довольно быстро и без особых потерь захватили германские колонии в китае циндао японская экономика активно работала в пользу своих союзникам по блоку антанты поставляя вооружение поставляя снаряжение японская экономика получила такую мощную инъекцию бодрости экономическое состояние японии после первой мировой войны только улучшилось в ходе войны японцам удалось сохранить политический контроль над кореей которая уже по сути была японской колонией над островом тайвань в северо-восточном китае в маньчжуре японцы только укрепили свое экономическое господство однако великая депрессия по японии нанесла очень и очень серьезный удар на треть уменьшились объемы производства самых ключевых японских отраслях в металлургической в машиностроительной в хлопчатобумажной значительный урон понесло сельское хозяйство особенно шелководство резко снизился вывоз продукции на мировые рынки японские острова небольшие и своих ресурсов там не очень много кроме того они очень уязвимы перед природными катастрофами так например 1 сентября 1923 года в японии произошло страшное землетрясение которое практически полностью разрушила токио и якогаму по самым скромным подсчетам вот это вот землетрясение 1923 года унесло до 140 тысяч жизней человеческих понятно что в таких условиях японии чтобы участвовать в империалистической гонке чтобы не отстать от ведущих держав мира нужна была внешняя экспансия нужны были рынки сбыта источники дешевых ресурсов поэтому япония неизбежно становится на путь милитаризма японское государство в двадцатые тридцатые годы вкладывало огромные средства в военное производство шла непрекращающаяся концентрация производства крупные японские корпорации монополии дзайбацу только наращивали свои прибыли и объемы был введен запрет на вывоз из страны золото золото было необходимо в те времена когда существовало золотое обеспечение валюты для укрепления японской экономики в политической жизни японии в двадцатые тридцатые годы тоже происходят изменения которые были вызваны вот этим вот движением по пути внешней экспансии если в двадцатые годы при императоре йосихито который правил с 1912 по 1926 год в японии еще наблюдалась какая-то демократия то следующий император хирохито эту демократию свертывает хирохито выбрал себе в качестве девиза правления выражение сёва сёва то есть просвещенный мир однако никакого мира японское общество в тот момент не испытывало длительное правление хирохито он правил с 1926 по 1989 год до второй мировой войны было временем господства в японской политике правых и крайне правых организаций демократия свертывалась постепенно ликвидировались профсоюзы запрещались одна за другой политические партии в 1940 году политические партии в японии были вообще полностью запрещены а на место этих распущенных политических партий встала ассоциация помощи трону на место ликвидированных профсоюзов тоже поставили такую про государственную единую организацию промышленную ассоциацию великой японии японские военные еще с начала двадцатого века имели очень большое влияние во внутренней политике страны они обладали правом вета то есть правом запрета при формировании кабинета министров если какой-то из предлагаемых парламентом японским министров им не особо нравился военные просто говорили не хотим и этот человек занять высокий пост в государстве не мог то есть фактически японская армия и флот контролировали всю политическую жизнь японии многие японские политические силы боролись за влияние на императора старались проникнуть в его ближайшее окружение правда надо сказать что в конце 20-х начале 30-х годов шансы на это были только у правых и крайне правых от консерваторов до откровенных фашистов но какая бы политическая сила не оказывалась ближе к императорскому трону все они по сути дела в 20-30 годы отстаивали необходимость завоевания новых территорий япония твердо стояла на пути милитаризма некоторые сегодня сравнивают милитаристский режим в японии двадцатых тридцатых годов с фашистскими режимами в европе в италии в германии в испании среди ученых здесь идет серьезная дискуссия есть те кто считает что япония тоже была фашистской страной другие же я присоединяюсь к ним говорят что в японии были элементы фашизма но все-таки правильнее японский режим называть не фашистским а милитаристским ну хотя бы потому что формально политическая диктатура одной партии с выдвижением одного вождя в японии все-таки не установилась до начала второй мировой войны в японии еще сохранялись политические партии а собственно фашистские организации японии которые попытались 1936 году взять власть естественно от имени японского императора были разгромлены и запрещены япония недвусмысленно объявила о своих завоевательных планах мировому сообществу еще в 1927 году тогдашний премьер-министр японии гиити танака в своем меморандуме недвусмысленно заявлял чтобы завоевать китай мы должны сначала завоевать маньчжурию и монголию для того чтобы завоевать мир мы должны сначала завоевать китай маньчжурию монголию китай японцы попытаются завоевать вся японская экспансия шла под идеей вытеснения из азии европейцев под довольно расистской и фашистской идеи господство желтой не белый или черный раз японцы говорили о том что они желают создать для всех азиатских народов великую сферу совместного процветания ну естественно под контролем токио официально вот эта вот концепция была объявлена устами премьер-министра ариты хатиро в 1940 году по сути дела это была программа азия для азиатов точнее даже я бы так сказал азия для японцев в 1931 году японцы захватили маньчжурию и позднее провозгласили там абсолютно марионеточное государство маньчжоу-го с санкции японцев на их штыках на трон маньчжоу-го стал последний император китайской маньчжурской династии пу и которого свергли еще во времена сенхайской революции в китае в 1912 году в 1933 году япония выходит из лиги наций ей не нужны были никакие международные организации которые могли бы хоть как-то ограничить японскую экспансию в 1937 году японцы начинают вторжение в китай начинается японо-китайская война которую сегодня например в китае считают началом второй мировой войны в 1938 в 1939 у озера хасан и на реке халхингол японцы попытались проверить на прочность границы советского союза и союзной ссср монголии но впрочем вот эти вот военные авантюры успехом не увенчались в 1936 1937 году оформился знаменитый антикоминтерновский пакт союз японии германии и италии который взял курс на развязывание второй мировой войны в 1939 году по европейской хронологии эта война начнется еще одной важной страной азии был конечно же китай к началу 20 века китай представлял собой полуколонию в котором многие европейские державы имели свои экономические территориальные интересы в китае также как и в других странах азии нарастает национально освободительное движение именно под национально освободительными лозунгами в 1911 1913 году в китае происходит так называемая сенхайская революция в ходе этой революции была свергнута маньчжурская династия цин название свое это революция получила потому что год в котором она началась 1911 год по китайскому лунному календарю назывался синхай то есть год металлической свиньи в 1912 году после победы революции первым хотя и временным президентом китая в 1912 году стал известный политик сунь я цен сунь я цен это лидер китайского национально освободительного движения он выступал за единство страны за освобождение от иностранной зависимости за демократизацию китайского общества за уравнительное землепользование и проведение аграрной реформы в интересах многочисленного китайского крестьянства за индустриализацию в китае можно сказать без особого преувеличения что сунь я цен был сторонником социалистического устройства общества правда называл он это на китайский красивый манер обществом народного благоденствия впрочем представление сунь я цена о социализме были не марксистскими он считал что китай сможет избежать капитализма и социализм будет построен при помощи государства просвещенными людьми независимо от их классовой принадлежности как показали дальнейшие события вот эта программа сунь я цена была программа самой утопической так социализм не строится сенхайская революция в китае не была революция завершенная она не разрешила всех проблем более того взявший власть в ходе революции генерал юан шикай отодвинувший от кормила власти сунь я цена даже попытался восстановить монархию провозгласив себя императором впрочем ему это особо не удалось революция в китае плавно переросла в гражданскую войну многие части китая заявили от своем отделении процветал сепаратизм с 1916 года в китае начинается долгая эра которую историки называют эрой милитаристов милитаристами принято называть китайских генералов военных деятелей которые захватили власть в той или иной провинции китая и управляли ей фактически независимо от центрального правительства в пекине в общем как пел владимир семенович высоцкий каждый взял себе на дел кур завел и въем сидел охраняя свой удел неудел впрочем китайские генералы милитаристы не только охраняли свои уделы но и активно воевали с друг с другом каждый мил себя будущим объединителем китая центральное правительство в пекине занималась по сути дела только внешней политикой а китай двадцатых тридцатых годов по большому счету был набором таких разрозненных отдельных провинций в 1917 году правительство китая объявила войну германии надеясь на какие-то преференции после первой мировой войны однако надежды на освобождение от зависимости от европейских держав не оправдались те германские колонии которые были на территории китая не перешли обратно в китайское владение их получила япония а англия франция сша от своих колониальных владений в оказываться не собирались вот факт того что германские колонии не вернулись в состав китая в самом китае вызвал яростное возмущение и китайская делегация даже отказалась подписывать версальский мирный договор в 1919 году сунья цен вернувшийся в большую политику реформирует китайскую национальную партию гоминьдан теперь она называется национальная партия китая джунго гоминьдан и сунья цен берет курс на союз с коммунистами китая в 1921 году в китае была создана коммунистическая партия одним из их ее лидеров был будущий очень известный политик и китайский национальный лидер мао цзэдун в 1921 году генерал-милитарист правитель провинции гуандун чэн джунь мин пригласил сунья цена в свою южную провинцию где снова провозгласил его президентом всея китая это позволило сунья цену и его партии гоминьдан укрепиться у власти на юге туда в гуандун в эту провинцию стали съезжаться республиканцы сторонники сунья цена сам сунья цен взял курс на союз с коммунистами он очень рассчитывал на то что советский союз и коминтер окажут ему помощь в борьбе с европейским империализмом в борьбе с китайскими милитаристами и сунья цен эту помощь получил советский союз поставлял оружие революционной национально революционной армии китая в китае действовали советские военные специалисты возглавлял их известный маршал василий константинович блюхер в результате в 1925 году в китае начинается новая национально освободительная революция возглавил ее сунья цен впрочем уже в 1925 году на первом году этой революции его унесла в могилу тяжелая болезнь рак и место лидера партии гаминдан занимает военный руководитель чан кайши человек который не разделял взглядов сунья цена на необходимость союза с коммунистами в 1926 1927 годах армия гаминдана под руководством чай коньши совершает северный поход из южных провинций двинулись центральный китай национально революционная армия гаминдана нанесла ряд поражений войскам различных милитаристов и городе нанкин в центральном китае была провозглашена китайская республика в нанкин была перенесена столица китая в 1928 году войскам чан кайши удалось взять и старую китайскую столицу пекин но при этом правительство продолжало оставаться в нанкине по сути дела в 1927 году чан кайши произвел в китае военный переворот захватив узурпировав власть после чего начал массовые репрессии против своих бывших союзников китайских коммунистов это привело к долгой почти десятилетней гражданской войне в китае с 1927 по 1937 год в китае идет гражданская война во внутренней политике чан кайши стал проводить осторожные реформы ликвидировалась неграмотность особенно в деревне началась очень серьезная борьба с опиумной наркоманией которая еще середины 19 века была серьезной проблемой китая для объединения страны учреждались общекитайские деньги поощрялась национальная промышленность но вот главную проблему китая перераспределение земли в пользу китайского крестьянства проведение аграрной реформы вот на это чан кайши не решился поэтому неудивительно что коммунисты китайские которые понесли серьезные потери от действий чан кайши все равно сохранили в китае популярность коммунисты-то как раз говорили о том что китаю нужна крестьянская революция китая нужна уравнительное землепользование во внешней политике правительство чан кайши выступала против европейско-американской политики открытых дверей в китае европейские державы и сша настаивали на беспошлиной торговли на территории китая такой мощный рынок сбыта им конечно был необходим чан кайши как националист выступал за таможенную автономию китая выступая с позиции протекционизма в 1929 году националистический китай гаминдановский китай чан кайши вступил в конфликт с советским союзом конфликт разгорелся из-за китайско-восточной железной дороги которая проходила по территории маньчжурии еще со времен российской империи находилась под российским контролем однако главной проблемой чан кайшиского гаминдановского китая была гражданская война с коммунистами после разгрома в 1927 году коммунистическая партия китая сохранила только небольшие партизанские отряды но уже в 1928 1930 годах китайские коммунисты смогли создать несколько освобожденных от гаминдановцев районов в горах центрального китая это были по сути дела районы где установилась советская власть руководителем самого крупного из таких районов стал мао цзэдун там была провозглашена китайская советская республика войска гаминдана по приказу чан кайши несколько раз пытались уничтожить вот эти вот коммунистические районы в китае чан кайши предпринял пять наступлений только последний из них увенчалась относительным успехом но крупная колонна китайской красной армии во главе с мао цзэдуном сумела пробиться в пустынный северный район яньань и закрепиться там с 1936 года в результате вот этого великого северо-западного похода как его называла китайская историография в центральном китае сохраняется район где у власти находятся коммунисты чан кайши наверное хотел бы продолжить эту гражданскую войну но в 1937 году на китай нападает япония и гаминдановскому лидеру становится не до войны с коммунистами необходимо бороться против японцев вот такой была история двух крупнейших держав дальнего востока японии и китая о том как себя чувствовали в начале 20 века другие страны азии индия иран османская империя мы с вами поговорим на следующем видео уроке а пока что благодарю вас за внимание всего доброго